Я представляю теплицу социальных технологий и являюсь редактором сайта test.ru. Это сайт теплицы социальных технологий, поэтому опыт продвижения в социальных сетях, занимаясь всем этим профессионально и очень-очень внимательно, будет базироваться именно на нашем опыте, а также на опыте наших коллег и партнеров, с которыми нам приходилось работать. Теплица социальных технологий – это некоммерческий проект, и проблемы, с которыми сталкиваетесь вы, знакомы нам не понаслышке. Мы работаем точно в таком же окружающей атмосфере, в таких же условиях жесточайшей информационной конкуренции, в которой работаете и вы. Информация, которую мы создаем, ориентирована на сотрудников некоммерческих организаций, IT-специалистов, активистов. И через свои публикации мы пытаемся объединить эти разные аудитории в совместных проектах, в совместных начинаниях, а также в различных проектах, которые бы помогали друг другу. Поэтому, как вы понимаете, аудитория специфическая и фактически тематическая. Продвижение по такой аудитории имеет определенные трудности, как и прочее, и продвижение по любой другой аудитории в настоящее время имеет серьезные проблемы и трудности. И прежде всего, потому что мы работаем с вами в жесточайших условиях информационной конкуренции. И именно поэтому продвижение наших материалов, продвижение наших проектов и продвижение наших идей является столь важным и актуальным аспектом нашей с вами работы. Что такое социальные сети? Очень часто на этот вопрос вы можете привести мне массу ответов. Кто-то скажет, что это некая группа, где люди обсуждают, что они поели, что они выпили. Кто-то скажет, что это пустое времяпровождение. Кто-то, наоборот, будет говорить о том, что это очень мощный инструмент. Я рекомендую вам относиться к социальным сетям как к средствам массовой информации. Они имеют все признаки средств массовой информации, такие как возможность постоянной публикации, возможность общаться с вашими читателями, возможность находить читателей и привлекать их подписываться на ваши информационные каналы. И если вы, откинув все остальные форматы, будете воспринимать ваши паблики, сообщества, группы как средства массовой информации, поверьте мне, многие вопросы у вас получат автоматические ответы, так как мы, в принципе, понимаем логику работы газет, журналов, сайтов новостных, и нам понятно, как эта структура отчасти действует. Необходимо помнить о том, что по социальной сети на сегодняшний день это мощнейший инструмент, и относиться к этому, к социальным сетям, именно как к инструменту донесения своей информации до тех аудиторий, до которых вы в простом, в обычных условиях не смогли бы достучаться. По данным исследовательской компании Body Media, которая занимается исследованием поведенческих паттернов пользователей в социальных сетях, в 2015 году средний пользователь проводил почти 4 часа в сутки в социальных сетях. Разумеется, речь идет не только о том, что он там сидел и читал наши новости. Нет, это и просмотр видео, это и заказ товаров в магазинах, это и общение, это и прослушивание музыки и многое другое. Необходимо отметить, что даже люди в возрасте 35-49 лет проводят в социальных сетях на сегодняшний день практически уже даже больше, чуть больше трех часов. Ну а люди в возрасте 50 лет также вовлечены в социальные сети, и многие из них тратят 2,5 часа в день на то, чтобы общаться со своими детьми, смотреть, что они делают, где они находятся, ну и донимать их различными вопросами, где, что и как. То же самое, еще выше этот показатель у детей и у людей в возрасте ниже 35 лет. То есть он уже доходит до 4,5 часов, а это, по большому счету, половина рабочего дня. Соответственно, мы не можем, извините, мы не можем не брать во внимание подобную статистику, и эта статистика говорит нам о том, что мы должны относиться к социальным сетям не как к чему-то мы делаем это, потому что это вроде как надо, а как к серьезному направлению вашей деятельности. И рассматривать работу с этим социальными сетями и продвижением как отдельный элемент вашей работы, как отдельный элемент вашей производственной деятельности. Но после того, как мы осознаем и осознаем этот формат, после того, как вы, возможно, скажете, да, я буду работать, мы будем работать как средство массовой информации, ну, пускай очень маленькая редакция, где есть всего там один человек, но тем не менее, по правилам, скажем так, редакции перед вами встает вопрос, а с какими социальными сетями работать? Надо помнить, что 80% российской аудитории интернет-пользователей находится, так или иначе, ежедневно в социальных сетях. 60 миллионов человек, по данным, по официальной статистике, которую предоставляет нам ВКонтакте, это та цифра посещаемости в сутки сообществ ВКонтакте. То есть ВКонтакте они говорят, что посещают 60 миллионов человек. Эксперты сходятся на цифре в 55 миллионов человек, ну, плюс-минус 5 миллионов в данном случае уже особой роли не играют. 40, почти 42 миллиона человек ежедневно находятся в одноклассе. 30 миллионов, плюс-30 плюс находятся в Фейсбуке. Это все каждый день. И 1 миллион 700 тысяч активных аккаунтов, активных аккаунтов, я обращаю внимание, находятся в Твиттере. Активные это те, кто пишет, читает, комментирует и что-то делает. Исходя из этого, перед вами встает вопрос. С какими социальными сетями работать? Ну, хорошо, это 4 основные социальные сети, можем назвать их основными. Но существует еще огромное количество социальных сетей, которые не являются, может быть, основными, но, тем не менее, возможно, по вашему роду деятельности являются нужными. Такие, как Pinterest, такие, как YouTube, ну, мы можем отнести это к социальным сетям натяжкой, такие, как Google+, и другие, и многие другие. Но здесь перед вами встает вопрос, что у нас, в принципе, пользователь тратит на потребление одной новости всего 5 секунд. Соответственно, нам необходимо выбирать те социальные сети, в которых мы можем привлечь внимание именно нашего пользователя за максимально короткий промежуток времени. Мы рекомендуем по умолчанию выбирать большую тройку, да, три социальные сети, которые являются ВКонтакте, Facebook и Twitter. Разумеется, если у вас есть необходимость, у вас, к примеру, если вы создаете визуальный контент, такой, как видео, если вы создаете фотоконтент, такие, как красивые фотографии или фотосерии, или что-то еще, разумеется, вам потребуются дополнительные социальные сети, которые сейчас очень популярны. Это могут быть Одноклассники, это может быть Инстаграм, это может быть Интерест или что-то еще. Но будьте реалистами, реально оценивайте свои силы. Работа в социальных сетях требует большого, ну, в принципе, это требует серьезного объема времени. Поэтому, используя, принимая решение, где вы будете работать, с какими, где вы будете заводить группы и так далее, обязательно принимайте решение, насколько у вас много сил. То есть, сможете ли вы охватить всю эту работу и достучаться до всей этой аудитории. И перед нами следующий вопрос, который встает, кто всей этой музыкой должен заведовать? Ну, кто будет все это делать? Публиковать информацию, координироваться с людьми, которые писали тексты, отвечать на комментарии, выгонять троллей из комментариев или еще откуда. Это довольно серьезный вопрос, кто всем этим должен заниматься. Если раньше мы могли сказать, ну, вы знаете, есть племянник моей знакомой, студент, который говорит, что он нам все сделает, мы его возьмем. В подобные времена прошли. Заниматься социальными сетями сейчас могут только те люди, которые профессионально к этому готовы или люди, которые специально готовы учиться этому. Дело в том, что представьте, ваш паблик, в нем, ну, возьмем там, 20 тысяч человек. Человек, который работает с вашим пабликом, имеет прямой доступ к 20 тысячам людей, ваших сторонников. Вы должны быть уверены, что этот человек не только подготовлен, не только правильно понимает, чем вы занимаетесь, но еще является вменяемым, порядочным и не подведет вас в какой-то момент. Разумеется, что студент, разумеется, что человек, нанятый со стороны, который не в курсе ваших дел и занимается там еще параллельно 20 аналогичными проектами, не может соответствовать подобным требованиям и стандартам. Совсем не обязательно, чтобы вы нанимали отдельного человека, но обязательно вы можете выделить человека, который уже с вами работает. Просто выделите ему дополнительное время, освободите его, чтобы он или она могли плотно сидеть и заниматься социальными сетями и продвигать ваши идеи, соответственно, и проекты. Это могут быть люди, которые меняются. Три месяца ведет один, три месяца ведет другой, три месяца ведет третий. Это, кстати, хорошая практика. И здесь перед нами встает следующий вопрос. Если мы берем подобную структуру, подобную систему работы, то нам отчаянно нужна стратегия. Нам нужна стратегия, прежде всего еще и... И пусть это слово вас не пугает. Стратегия продвижения в социальных сетях не означает, что это многотонный, многостраничный документ, который вам необходимо там долгие годы писать, вырабатывать. Вполне достаточно нескольких страниц, на которых вы напишите такие вещи, как мы публикуем информацию на следующие темы. Благотворительность, здоровье, IT-специалисты в связке с благотворительностью и так далее. Мы публикуем информацию от двух до трех публикаций в день. Мы публикуем информацию о дружественных организациях, которые подготовлены на следующие темы. Конференции, встречи, метапы, хакатоны по тематике, которая близка нам. Мы работаем с комментаторами таким-то образом, мы не кормим троллей там и так далее. То есть это достаточно двух-трех страниц, но она вам крайне необходима. Еще и прежде всего потому, что с вами может произойти такая ситуация. Вы нанимаете человека, он работает, он создается, а потом в какой-то момент он уходит. Что происходит? Если у вас не будет этой стратегии, вы посадите нового человека, начнете ему все объяснять. Рассказывать на словах. В этой части вы потеряете примерно 10% из ваших начальных мыслей. На пятом человеке от вашей идеи и стратегии останется 3%. И в результате каждый человек будет продвигать вас по-своему, как он видит или как она видит. Поэтому это не самый интересный и важный момент. Это очень важный момент. Поэтому вам необходимо создавать свою стратегию, которая так или иначе будет прописана. Существует некоторое, и после того, как вы определились с людьми, определились, с какими сетями вы работаете, определились, как вы это будете делать, и определились со своей стратегией, перед вами встает следующая задача. Каким образом формировать свои информационные потоки таким образом, чтобы привлекать как можно больше внимания. По данным исследований, брендз аналитик, это компания российская, которая занимается исследованием социальных сетей, а также по данным компании Bagi Media, мы выработали определенные 4 шага, которые мы используем и рекомендуем использовать для всех. Каждый день. Это те 4 шага, которые мы делаем постоянно. Но, разумеется, 4, сюда вы можете добавить еще 10, еще 20, еще каких-то меньше. Но это такие базовые вещи, которые на сегодняшний день работают. И хочу сказать, что здесь все меняется. Что обязательно необходимо отслеживать тренды и держать руку на пульсе изменений. Прежде всего, изображения увеличивают количество ретвитов, лайков, шеров и постов. Особенно хорошо это работает в Твиттере. Вообще, время, когда публикации содержали только слова, они прошли. Мы не публикуем, мы вообще никогда не публиковали сообщения в Твиттере без фотографий. На моей памяти это было, может быть, один раз. И все наши сообщения содержат так или иначе тот или иной визуальный формат. Но нюанс в том, что работает это не только для Твиттера. Работает это для любой социальной сети. Мы визуалы, людям нравятся фотографии. Все социальные сети сейчас заточены таким образом, что превью от статей или фотографии выводятся в довольно большом, красивом формате. Но нужно использовать фотографии по максимуму. Поэтому лучше всего делать это таким образом. Если ваши фотографии не несут в себе документального формата, если там нет какого-то события, то неплохо вшить в них дополнительную информацию. Твиттер имеет только 140 символов. 23 символа у вас уходят на линк. Соответственно, у вас остается 120 символов. По правилам надо еще оставить примерно 20 символов на репосты от людей, еще на что-то. То есть, где-то около 90 символов на сообщения. В общем, не так много для того, чтобы донести мысль. Иногда даже не хватает для заголовка вашей статьи. Соответственно, используйте фотографии, которые... Используйте тексты, вшивайте их в фотографии и публикуйте фотографии вот в таком формате. Могу вам сказать по нашему опыту, по опыту медийных компаний, таких как Медуза и других ребят, которые это используют. Очень эффективная система. Люди лайкают, репостят, заходят с большой охотностью. Здесь очень важно правильно выстраивать этот посыл. Ваш твиттер-сообщение, к примеру, сообщение в твиттере, не должно повторять то, что написано у вас на фотографии. Сообщение должно выступать в виде заголовка, фотография должна содержать текст, который дополняет, и таким образом. То есть, такие стандарты журналистов. Я потом покажу, как вы это можете делать. Следующий ключевой элемент это делитесь контентом больше, чем один раз. Это правило распространяется для всех социальных сетей, особенно оно актуально для твиттера. Помните, что твиттер это не электронная почта, его не получают. Ваши сообщения видят только те, кто в данный момент находится в этой социальной сети, в потоке. То же самое касается Фейсбука, то же самое касается ВКонтакте. В Фейсбуке вообще ваше сообщение видят по умолчанию от 3 до максимум 10% пользователей. И только если его начинают лайкать, и шерить, и делиться им, оно начинает повышаться и показываться большему количеству ваших подписчиков. Поэтому рекомендуем вам повторять ваши сообщения, вы можете их менять, вы можете менять заголовки, но до 7 раз в твиттере в течение недели повторить сообщения это вполне нормальное явление. Более того, в день мы повторяем, мы не повторяем в день, у нас нет необходимости, потому что у нас всегда есть потоки. Но в день был опыт где-то до двух раз. Два раза спокойно может быть стоило. В Фейсбуке чуть меньшее количество, где-то на четвертом разе происходит снижение интеракции с постом, но здесь промежуток между публикациями значительно больше. К примеру, это могут быть недели, это может быть месяц, это может быть два-три дня. В ВКонтакте мы повторяем не так часто, но тем не менее повторяем. А в Фейсбуке сколько у нас? В день? Да. В день мы не повторяем ни разу. Мы можем повторить сообщение, которое прошло вчера и поставить его еще раз на сегодня. Вот таким образом. Но если сообщение было опубликовано сегодня, то сегодня же мы его повторять не будем. Но мы можем, мы постоянно достаем сообщение, которое мы публиковали месяц назад, три месяца назад, и если оно актуально, руководство, приложение, сервисы, мы их публикуем и снова и снова. Кстати, очень простое правило. Если ваша публикация была популярна однажды в Фейсбуке и собрала большое количество лайков, то повторная публикация даст вам точно такой же эффект с уровнем снижения где-то примерно процентов на 30. Но это тоже будет популярная новость, она тоже получит кучу лайков, она тоже будет перепущена. Мы этим часто пользуемся, когда у нас происходит, когда ребята уходят в выпуск, к примеру, журналисты, и сообщений не так много на сайте. То есть хороший текст можно снова использовать для такого же проекта? Можно. Нет, 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 нет. Не хороший текст можно использовать дважды. Я говорю о публика... Нет, но, допустим, у нас будет в скором времени сбор, и перед тем, как начать сбор, что у нас скоро будет, да? Можно напомнить, как у нас это было? Как у вас это было, да. Но нельзя взять тот же текст, сказать, поменять фамилии и выдать его за мной. Да, конечно, вы можете сказать, давайте, а сейчас мы расскажем вам о том, как это уже было, и поставить этот материал. Конечно, ничего страшного в этом нет. Следующий элемент, это нужно разговаривать с людьми в социальных сетях на том языке, на котором они там говорят. В Facebook это одна аудитория, в ВКонтакте это другая аудитория, Twitter это совершенно другой формат общения, Pinterest, Instagram это другие совершенно форматы, поэтому необходимо общаться с людьми так, как они ожидают от вас. Поэтому адаптация контента требуется. Она недостаточно сильная, то есть это не говорит о том, что вам его нужно переписывать полностью, ну, возможно, где-то придется превью написать как-то иначе, обратиться как-то к людям иначе и так далее. Ну, и очень важный элемент, ключевой элемент, это необходимо публиковать свои сообщения в правильное время. Не думайте, что если вы опубликовали новость на сайте, ее необходимо немедленно опубликовать в социальных сетях. Ее необходимо публиковать тогда, когда ваши подписчики находятся в социальных сетях. Необходимо понять, высчитать, вычислить, когда все, кто подписался, ну, скажем так, когда максимальное количество тех, кто подписан на вашу страницу, находятся, скажем, в Фейсбуке или ВКонтакте. И в этот момент выдавать свои публикации, для того, чтобы получить как можно больше интеракции и взаимодействия с вашим материалом. Делается следующим образом. Есть бесплатный инструмент, и в данном случае это инструмент, который называется ageranker.com. Он сам по себе платный, но там есть такая функция, как горячая карта. Вы регистрируетесь под своим Фейсбук-аккаунтом, он подтягивает все ваши страницы, и вы говорите «создать горячую карту». После этого вы получаете вот такую карту активности пользователей в Фейсбуке в зависимости от дня и времени. Поэтому вы можете взглянуть, что, скажем, с 5 до 6, 35% нашего сообщества теплицы находятся в Фейсбуке. В это время наиболее удобное мы должны публиковать наши материалы. Простой, удобный, бесплатный инструмент. Мы меняем нашу политику публикации примерно раз в 3 недели и глобально раз на стыке каждого сезона. Потому что поведенческие паттерны очень сильно меняются в зависимости от времени года, перехода с лета на осень, с осени на новогодние праздники, на зиму и так далее. Здесь необходимо быть очень внимательным. Как я уже говорил, у нас есть всего 5 секунд на сегодня, в 2015 году было всего 5 секунд на то, чтобы привлечь внимание пользователей в нашем сообщении. Я уже упоминал, что мы работаем с вами в жесточайшей информационной конкуренции. И конкурируем с такими мощными ресурсами, как новостные сервисы, новостные порталы, крупные компании, где работают десятки медиа-специалистов, SMM-менеджеров, которые высчитывают правильное время, правильные заголовки. Делают все возможное, чтобы пользователь кликнул на текст, кликнул на заголовок, кликнул на кнопку лайк и нажал кнопку перепостить. Делают они все возможное для этого. Поэтому мы с нашей информацией, специфической, порой весьма необычной, конкурируем с этими людьми. Мы все идем в одни и те же ленты наших пользователей в социальных сетях. Поэтому для того, чтобы пробиться к ним, для того, чтобы получить внимание и заставить их перейти по нашим сообщениям на сайт и дальше как-то взаимодействовать, необходимо очень правильно выстраивать сам пост. Я не буду сейчас очень много уделять внимания тому, каким образом нужно писать публикации, каким образом нужно делать статьи, оформлять фотографии. Это тема другого семинара. Я лишь скажу о каких-то ключевых элементах. По исследованиям тех же компаний, о которых я уже упоминал, Банни Медиа, на 2015 год они выдали очень интересные исследования. О том, что превью, вот эти короткие сообщения в Фейсбуке, которые мы пишем перед нашими материалами, наибольшую интеракцию получают в сообщениях, которые имеют не более 40 символов. Выглядит это примерно вот так. Такой формат используют, например, журнал Times, они используют исключительно короткие превью. И по исследованиям Банни Медиа они сообщили о том, что наибольшие интеракции пользователи взаимодействуют именно с такими постами. Но при этом в том же самом исследовании они указали очень интересную вещь, что высокий уровень интеракции примерно точно такой же. Имеют посты, которые используют в превью до полутора тысяч знаков. То есть фактически чуть ли не всю статью сюда выставляют. Связано это с тем, что человек, который вовлекается в чтение этого превью, и прочитав полторы тысячи знаков, психологически очень сложно бросить, не закончив что-то. Нам необходимо заканчивать процессы. Поэтому люди переходят дальше и дочитывают эти материалы. В таком формате работала в свое время российская служба радио «Свободы». Они публиковали очень подробные большие вещи. И в таком формате работают некоторые российские медиа, которые активно продвигают в социальных сетях. Но тем не менее короткие вещи, как показала практика, действительно работают. Люди сканируют. Если их заинтересовало то, что мы написали в своем коротком сообщении, они тут же переходят. Мы очень долгое время использовали именно такой формат. Сейчас мы стали публиковать чуть больше информации. Посмотрим, как это, что будет. Посмотрим, как это скажется на нашей интерактивности. Очень важный момент. Так как мы работаем с вами в конкуренции, порой бывает очень сложно пробиться в новостных лентах и привлечь внимание. Поэтому важный такой, можно использовать такой очень хорошо работающий инструмент, это публиковаться, когда трафика мало. Рано утром до работы, поздно вечером, когда люди приходят домой, в выходные дни. Мы активно используем этот формат. Мы не публикуемся до рабочего времени, но мы публикуем хотя бы один-два материала в 20.30, 21.30. У нас есть такие споты, мы публикуем информацию. Очень часто в эти споты мы ставим материалы, которые были популярны в прошлом, в неделю, две недели, три недели назад. И они, тем не менее, остаются весьма популярными. Мы также активно продвигаемся в субботу и воскресенье. В субботу, как я вам говорил, происходит очень серьезное изменение в понедельниках на уровне, на стыках сезона. И вот сейчас я могу сказать, что летом у нас была огромная посещаемость на сайте, не характерная вообще для летних месяцев. И она совершенно не коррелируется с прошлым годом. В прошлом году это была другая абсолютно ситуация. Мы немного просели, чуть просели посещаемостью осенью. Но произошел очень интересный момент. В прошлом году у нас по субботам было очень много людей. Все приходили иногда. А в этом году сдвиг произошел очень странный. У нас по субботам начали падать посещаемость, но зато в воскресенье посещаемость на уровне обычного рабочего дня. Разумеется, в эти дни мы продолжаем продвигаться, продолжаем публиковать свои материалы. И именно поэтому необходимо использовать вот такие инструменты, инструменты, которые я вам сейчас покажу, для анализа аудитории, для анализа изменения того, что происходит у людей в головах и в поведении. Я не буду долго говорить о деньгах. Но так как этот вопрос актуальный, мы должны затронуть. Можно ли использовать денежное, то есть продвижение в социальных сетях для общественных компаний. Считается, что продвижение с помощью денег, рекламы, это, в общем, не кури. Это ниже нашего достоинства. Ходит еще такое мнение. Я на самом деле могу вам сказать, что деньги можно и нужно использовать в двух случаях. Когда они у вас есть, и вам необходимо срочно продвинуть тот или иной проект, или дать пинок для того, чтобы какой-то материал начал продвигаться и набирать внимание пользователей. Ну и деньги необходимы, когда вам нужно быстро раскрутить ту или иную группу, то или иное сообщество. Без этого вы не сможете этого сделать. К сожалению. Особенно это касается ВКонтакте. Если у вас нет такой цели, если вы не ставите перед собой цель ракетного взрыва набора людей в ваше сообщество, то вполне достаточно обычного органического продвижения, о котором я вам говорю. Но, тем не менее, в некоторых случаях для того, чтобы дать пачок сообщению, можно использовать финансы. Мы не используем платное продвижение, у нас нет таких целей, нет таких задач. Но по своей практике могу сказать, что если вам необходимо, к примеру, поднять и привлечь внимание к своему сообщению в Фейсбуке, для этого достаточно одного доллара. Там есть такой шаг, продвинуть материал на 5 долларов. Вы включаете этот шаг, за доллар где-то процентов 25 ваших пользователей увидят это сообщение. Если оно их интересует, они начинают лайкать, и там оно уже идет само. После этого можно отключить, и долларов вполне хватает. Такая есть технология даже на долларовое продвижение материала. Это так называемый пинок под зад для более быстрого движения. Не буду им долго говорить, потому что система платного продвижения требует знаний. Не пытайтесь делать это самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом. Особенно это касается ВКонтакте. Вы потратите большие суммы, не добьетесь нужного вам эффекта. Поэтому либо возьмите учебники, которые начали появляться, как это сделать, либо попросите консультацию у специалистов, чтобы они подсказали вам. В Facebook проще, там более понятно. Там очень богатая система таргетированных настроек. Там можно выделить ваш город, отдельный район, людей по интересам, женщин или мужчин, матерей или бездетных и так далее. То есть там глубина таргетированности очень большая. Сейчас внедряются инструменты продвижения платного в Инстаграме, в Твиттере и в многие другие социальные сети. Как все это успеть? Как работать в социальных сетях, к примеру, в выходные, при этом не сидеть у компьютера, выступать здесь, быть вместе с вами? Это вопрос, который касается правильного использования инструментов, веб-инструментов, которые всем нам доступны. Для того, чтобы публиковать свои материалы в субботу и воскресенье, и при этом не сидеть у компьютера, мы используем такой инструмент, как Buffer. Он позволяет нам публиковать не только... Так, где у меня этот слайд? Buffer, да. Я вам просто покажу сейчас, видимо, этот слайд куда-то у нас делся. Buffer позволяет нам управлять всеми нашими социальными сетями и при этом видеть аналитику, взаимодействие, как люди работают с нашими постами, как они их перепущивают. И при этом это позволяет нам вести планирование как на день вперед, так и на неделю, так и на месяц, так и на все остальное, на любой промежуток времени. Мы также можем создавать свое собственное расписание публикаций в зависимости от того, когда пользователи находятся у нас в сети. На сегодняшний день наше расписание выглядит вот таким образом. А, это, извиняюсь, не для этого канала, для теплицы, давайте посмотрим. Да, это для другого канала. Вот таким образом это выглядит для теплицы. Вот у нас есть в 9.08 п.м. одна из публикаций. Этот график довольно новый, он недавний, но суббота-воскресенье там несколько другой график публикаций. Это для обычных рабочих дней. Для твиттера есть, соответственно, свой график публикации. Он выглядит вот так, 12 раз в день мы публикуемся. Но самое главное то, что мы можем с помощью этого инструмента планировать наши публикации на любой временной промежуток. Как видите, вот сегодня в час 0.03 у нас выйдет волонтер матч этой платформы, гид по цифровой безопасности Эдварда Сноудена. Недавно дал интервью. Ну, школа, как учить детей и подростков в программировании в 11.57 п.м. выйдет. И так далее. Это платный стандартный? Значит так, бафер имеет платную и бесплатную версию. Платная версия, разумеется, более широкая. Там можно заводить бесконечное количество аккаунтов. Бесплатная версия имеет свои ограничения. Плюсы в том, что она очень понятна, она очень удобна, не требует особых знаний и дает вам возможность ввести вот такое планирование. В частности, вся суббота и воскресенье у нас пропланированы таким образом, и материалы будут выходить самостоятельно, без моего участия. Аналогичным инструментом, который делает все то же самое, русифицированным, в отличие от бафер, и имеющим в контакте, бафер не имеет доступа в контакте, является платформа HotSuit. Она недавно вышла на российский рынок. Ее минусы в том, что мне не нравится ее интерфейс внутри. Они переделали дизайн, но мне он не нравится. Она дает огромные возможности, аналогичные сопоставимые с бафером, по аналитике, по планированию и по всему прочему. Она имеет бесплатную ограниченную версию и платные версии. Это не очень дорогие инструменты, по-моему, рублей 500 в месяц, но возможности она дает очень большие. Ими в основном используются крупные компании, которые занимаются ведением нескольких сразу аккаунтов больших. Если вы работаете в Белоруссии, вам нужен доступ к их местной социальной сети, не помню, как она уже называется, используйте инструмент BuzzLight, весьма такой экзотичный немного. Это абсолютно русифицированный инструмент, немножко корявый внутри, но имеют ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и эту белорусскую сеть. Кстати, Одноклассников нет ни у кого, о ком я только что говорил. Если вы работаете с Инстаграмом, а с Инстаграмом работать всегда очень сложно, прежде всего потому, что с Инстаграмом надо работать только, если вы создаете визуальный контент, делаете хорошие фотографии. Одним из инструментов аналитики, одним из инструментов планирования и продвижения в Инстаграме является serviceiconsquare.com. Он дает возможность вам просматривать, видеть, что происходит у вас в аккаунте, кто как реагирует на ваши сообщения и фотографии, что люди делают с ними, куда они их постят и так далее. Можно еще раз? Можно еще раз? Да. iconsquare.com. А кто-нибудь работает с Инстаграмом? Да. Работаете, да? Какие трудности у вас? Ну, вот, контент самый важный. Да. Да, контент самый важный для Инстаграма, это очень сложная сеть для продвижения. Если вы не создаете яркий визуальный контент, конечно, будет очень сложно привлекать внимание. Следующий инструмент, это инструмент поиска хэштегов. С 2013 года Facebook интегрировал хэштеги в свои сообщения. Google+, вообще, это хэштеги ввел еще в свою архитектуру. ВКонтакте используются в хэштеге. Сейчас все используют хэштеги. За исключением Twitter, который их, собственно говоря, придумал. Потому что с 2014 года Twitter интегрировал систему поиска сообщений по любому слову, в том числе и без хэштегов. Хэштеги использовать нужно в Twitter в том случае, если слово не упоминается в тексте. Понятно. Если у вас его нет в тексте и вы хотите, чтобы вас нашли, добавьте это слово в виде хэштега. Но чтобы понять, является ли это слово хэштегом и по нему вообще что-то когда-то ищут, используйте сервис хэштеги File. Он позволяет вам не только понять, является ли слово хэштегом, имеет ли смысл его ставить и будут ли по нему вообще кто-то что-то искать и видеть, ну и посмотреть, насколько он популярен. Вот в частности, по примеру, слово новости. Он показывает, что вес этого хэштега 62,7, это довольно много по стубальной шкале, и он связан, соответственно, это слово связано с другими хэштегами вот таким образом. То есть новости России, новости футбол, Минск. Ну, в тот период, когда делался слайд, видимо, Минск был актуальным. Инструментом вычисления правильного времени публикации в Twitter является бесплатный инструмент followermonk.com. Это инструмент, который позволяет вам понять, когда ваши пользователи находятся в Twitter. Для того, чтобы построить вот такую карту, карту правильного времени публикации. А вот тут говорится, что в частности, вот по аккаунту с 12, вот в 14 часов, в период с 13 до 14 народу очень много. В это время необходимо и публиковать свои сообщения. Это примерно то, что я вам показывал по Фейсбуку, но только данный сервис делает по Инстаграму. Followermonk хорош еще чем? Он разложит ваш аккаунт буквально по болтикам и гаечкам. Он покажет вам гендерную составляющую вашего аккаунта, откуда ваши люди, с каких компьютеров они смотрят, кто эти люди, о чем они говорят, что они любят смотреть, что они не любят смотреть. При этом он может это сделать не только с вашим аккаунтом, но и с аккаунтом ваших конкурентов. Вы просто забиваете туда название аккаунта, и он выдает вам всю возможную информацию, какую только можно. Followermonk.com Вы заходите в раздел Analyze, забиваете аккаунт, который хотите проанализировать, выбираете, что в данном случае проанализировать их по Follower. И получаете вот такую картину. А если у вас есть бафер, нажимаете кнопку Schedule, и в это расписание наиболее актуального времени уходит автоматически вам бафер в то самое расписание, которое я вам показывал. Вам даже руками не надо будет ничего делать. Этот инструмент я вам уже показывал, ageranker.com Это все то же самое, но только для Facebook, для ваших групп и сообществ в Facebook. Если вы... Ну, этот инструмент скорее больше такой журналистки, если вы отслеживаете тренды, о чем сейчас люди говорят в сети, что они обсуждают, и на какую тему лучше всего публиковать материалы. Это очень профессиональный сайт, он бесплатный, называется topsy.com И вы можете здесь посмотреть, о чем в настоящий момент люди вообще говорят в Twitter. При этом не только что они пишут, но и какие видео они постят, какие фотографии они постят, вы можете посмотреть 100 самых популярных, 1000 самых популярных. Найти твит, который был опубликован 10 лет назад конкретным там, я не знаю, депутатам, это еще и, помимо того, что это инструмент отслеживания трендов, это еще и крупнейшая библиотека всех твитов, когда-либо написано. И в отличие от самого твитера, они хранят здесь, в том числе и твитеры, которые были удалены. Твитер не хранит удаленные твиты, они хранят, они записывают буквально в смысле каждый шаг для истории, для того, чтобы журналисты могли искать информацию. Ну и последний, кто работает с твитером? Отлично, вам будет интересно. И если вы серьезно работаете с твитером и общаетесь со своими фолловерами в режиме реального времени, смотрите, что они пишут, и хотите выдавать свои сообщения тогда, когда вот ньюсмейкеры, крупные ньюсмейкеры находятся в сети, вот, в данный момент у ТВ находится Рео Новости, Коммерсант, Украинская правда, Life News, ну еще кто-то, Кошенко, по-моему, это не президент России, я президент России, еще кто-то, в общем, наиболее такие весовые юзеры, если вы хотите, чтобы они, ну, попытаться сделать так, чтобы они увидели ваш твитер, соответственно, вы используете профессиональный сервер, сервис работы с твитер-аккаунтами socialbro.com Там есть 14-дневный бесплатный период, потом это платный 7,99 в месяц. Но, этот сервис дает вам все, что только можно себе представить, все, что только вы хотите делать с твитером. Он анализирует каждого вашего пользователя. Вы можете посмотреть, кто они и откуда, с каких компьютеров они смотрят, кто к вам пришел, кто к вам ушел. Но самая очень интересная вещь, это Real-Time Analytics. То есть вы можете смотреть, кто сейчас находится в сети, и в этот момент публиковать свое сообщение, чтобы донести его до крупных ньюсмейкеров. Вот эта, кстати, вещь очень хорошо работает, могу сказать по себе. Мы сейчас не используем этот инструмент, но когда использовали самые крупные сообщения, да, я уже заканчиваю. Самые крупные сообщения, в которые мы хотели привлечь внимание, мы выжидали, постили, и поверьте, мы получали очень хорошие ретвиты, вот как раз от этих вот самых ребят, весомых и сильных. Ну и последний инструмент, это один из последних, это как раз создание фотографий с надписями. Бесплатный инструмент Pablo. Buffer.com Pablo. Там есть набор бесплатных фотографий, лицензионных бесплатных фотографий, которые вы уже можете использовать. Вы можете искать фотографии по тегу, можете загрузить свою фотографию, выбрать шрифт, выбрать текст. Разумеется, все нарусифицировано, то есть это просто пример на английском, но сделать фотографию специально для твиттера, фейсбука и так далее. Вам есть возможность вот этот текст написать? Да, вот сюда, вот сюда забиваете текст, и он появляется. А текст отображается, он отображается на фотографии? Да, именно вот как здесь показано. Можете сделать потемнее, посветлее и так далее. Бабу, бесплатный инструмент. Ну ладно, здесь у меня одна минута осталась. Ну ладно. Ну все, это мы проскочим. Да, помните, Алексей уже говорил, если вы хотите найти эти инструменты, или вам нужны дополнительные инструменты, тест.ру приложения, apps, тест.ру tools, все это там есть. Приходите, читайте, смотрите, ищите. Ну и напоследок я вам покажу, давайте посмотрим, к чему иногда приводит продвижение в социальных сетях и компаний, которые мы делаем. Я уверен, вы это все видели. Вы все помните о Ice Bucket Challenge. Для того, чтобы развеять обстановку, почему иногда приводит и к этому. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и так далее. На самом деле здесь 9 минут таких казусов. И предыдущий слайд вот этот. Пожалуйста. Вопросы? Скажите, пожалуйста, почему вы так говорили про Твиттер? Насколько вы видите в нем потенциал? Потому что сейчас все говорят про перископ, ну хотя бы на Инстаграм. Почему все-таки Твиттер, где-то все будет актуален в России, как-то в первый год своей работы? Да, несомненно. Твиттер является инструментом моментального донесения информации. И это мы рассматриваем Твиттер как инструмент донесения такой информации в оперативном режиме. Соответственно, да, он сейчас работает. Никаких исследований и данных о том, что он умирает в России или где-то еще нет. Перископ, да, клево, замечательно. Куча всяких трансляций бестолковых. Пока, да, это фанк. Но мы тоже будем использовать в свое время. Да, еще вопрос? Поделите по сетям, по аудитории, по исследованиям 2015 года, да? В каких сетях, какая аудитория, возрастной ценз? Да, было такое исследование, на самом деле, очень интересные данные показали. К примеру, проводилось исследование Брэнд Аналитикс. Они сказали очень интересную вещь. К примеру, в 2015 году произошел демографический сдвиг в социальных сетях в Одноклассниках. И наиболее активная аудитория сейчас в Одноклассниках это 30-летние люди до 35 лет. В принципе, это довольно удивительно, потому что мы все считали, что Одноклассники это все-таки люди более старшего возраста. Тем не менее, активной, то есть комментирующей и размещающей информации является аудитория 30 лет. Что касается других аудиторий, к примеру, считалось, что ВКонтакте в основном это студенты, дети, подростки и так далее. Опять же, оказалось, что наиболее активной аудиторией является аудитория в 2015 году это 24-35 лет. ВКонтакте, да. По Фейсбуку там сильно не меняется этот тренд. Там в основном все же 35-45 лет. Вот такой возраст активный. По всем остальным надо смотреть. По социальному статусу? Я вам не дам такой разбитки. К сожалению, я просто не помню. А в Москве какой больше? Фейсбук? Вообще, вот та статистика, которую он показывал, она для всей страны, для всей России, для всех городов актуальна. ВКонтакте это номер один, тем не менее. Одноклассники это номер два. Фейсбук это номер три. Твиттер это номер четыре. Интерест это номер пять-семьсот тысяч активных пользователей. Знаете, да, что это такое? Это красивые фотографии. Это социальная сеть красивых фотографий. К примеру, если вы интересуетесь... Давайте, пускай будет свадебными тортами. Если вы интересуетесь, к примеру, свадебными тортами, вы создаете доску свадебных тортов и постите туда фотографии. На вас подписываются, перепощивают эти фотографии. И таким же образом продвигаются все остальные. Pinterest.com А если можно еще вопрос? Как все-таки в Фейсбуке делать так, чтобы твои публикации увидели как можно больше людей? Потому что там уже вот эта проблема с тем, что там если тебя не лайкнули 500 раз, то какие-то еще настройки, которые каждый должен поменять, чтобы доступно всем, потому что на автомате там стоит, что только те, кто последний тебя лайк. Никаких волшебных пилюй нет. Все, о чем я сейчас говорил, я как раз отвечал на ваш вопрос. А. Это правильное время публикации. Б. Это правильное оформление материалов. Нет никаких волшебных кнопочек и настроек, которые позволили бы вам вдруг неожиданно вырваться вперед. Есть один основной элемент. Вы создаете правильный контент, ставите правильные заголовки к своим материалам, потому что по исследованиям института Пойнтера, который занимается исследованием журналистских тем и того, как пользователи читают новости, к примеру, если раньше в газете читатели смотрели фотографии, подпись, заголовок, потом может быть просканировали текст, то сейчас это несколько иначе. Заголовок, текст, и потом может быть фотография в сети. Поэтому нужно внимания обращать на заголовки. Мы здесь об этом не говорили. Целая тема, тоже важный элемент. Если вы хотите, чтобы вас увидели побыстрее, побольше, используйте платное продвижение. Если у вас нет таких средств, очень тонко выстраивайте свой материал. Так, чтобы человек заинтересовался. Очень важно привлечь внимание. То есть здесь могут попасть и тоже перепосты. Перепосты чего? Ну, чтобы люди делали репосты точнее. Да. Чем больше вас лайкают, помните, что если вы хотите донести информацию до максимального количества ваших подписчиков, вам необходимо, чтобы ваш материал лайкали и репостили. Здесь есть простой элемент еще один. Вы должны написать всем своим друзьям, и всем, кого вы знаете, там, ребята, нам надо поднять этот материал, давайте чуть-чуть полайкать. Это очень сильно поднимается. 100 человек полайкают, например, или 50 ваших близких, волонтеров, друзей, коллег. Это сильно дает сильный толчок вверх. И дальше в этих дел может пойти сам. Это один из таких маленьких моментов, которых мы не упоминали здесь. Но он работает. Это хитрость. В фейсбуке видят ваш пост только 3-8% от изначально размера вашей группы. Соответственно, для того, чтобы вас увидели больше, у них логаритм такой, вам необходимо постоянно получать вот эти лайки, чтобы фейсбук понял, да, вы интересны, и он начинает показывать еще сотни ваших подписчиков. Те пролайкали, ох, хорошо, давайте еще 300 покажем. И так далее. Проблема в том, что они время от времени вы поднимаетесь, поднимаетесь, поднимаетесь в этом статусе, у вас получается на один пост, вы получаете там 30-40% просмотров от всей группы, а потом они вас сбрасывают на начальные эти. Нас постоянно так сбрасывают. Раз в три месяца мы достигаем там 30 тысяч просмотров, да, на один за неделю. И хлоп, нас они скидывают снова. Они обнуляют счетчик популярности, и мы начинаем снова выбирать. И наш пост снова начинает видеть там 5-7%. Олег, ты мог бы рассказать буквально, мне кажется, важные элементы, которые я знаю, что мы уже должны перейти к практическим заданиям, но расскажи, как ты смотришь на соотношение своих собственных публикаций и публикаций вне? И какое должно быть соотношение? Мне кажется, это достаточно частый вопрос, который люди задают. Да, дело в том, что далеко не все мы можем производить контент в таком порядке, чтобы еще и публиковать его, как мы, к примеру, там 8-9 раз в день. Разумеется, не у всех есть такая возможность. Если вы создаете не так много информационного контента, но хотите поддержать своего пользователя, привлечь его и постоянно поддерживать группу в живом состоянии, публикуйте контент других близких вам организаций или тот контент, который находится в вашем тематическом кругу. Причем не только в близком тематическом кругу, но и в дальнем тематическом круге. Мы исповедуем, и я считаю, что это абсолютно правильное решение, это публикация материалов, которые написал кто-то за нас на любом, неважно каком сайте. Мы публикуем очень много с Хабра Хабра, мы публикуем очень много с Вилыч и вообще с очень многих сайтов, потому что многие пишут на нашу тематику IT, волонтеры, гражданский активизм, сетевой активизм и так далее. Соотношение здесь примерно такое. 70 на 30. 30% это сторонние публикации, 70% это наши публикации. Мы не достигли пока этого соотношения, то есть 30%, но это тот нормальный потолок, в рамках которого мы можем спокойно себя чувствовать. Пользователи очень часто не идентифицируют источник. Ему неважно, кто написал, Вилыч написал или мы написали, он воспринимает, если это было опубликовано у нас, он воспринимает это как информацию, либо нашу, либо информацию, к которой мы каким-то образом имели отношение к созданию. Поэтому здесь бояться нечего. И это очень правильно. Когда вы чужие публикации берете, у авторов разрешения каких-то еще? Мы не берем никаких публикаций для себя и не публикуем ничего на сайте. Я имею в виду, что мы размещаем их в социальных сетях. То есть мы их постим там. То есть это не то, что мы взяли и поставили к себе на сайт. Нет, мы взяли ссылку с сайта, где это было опубликовано, мы поставили в социальную сеть. Она подтянула превью на публику. Может быть, такой глупый вопрос. Но, тем не менее, какой-нибудь есть средство для быстрого набирания подписчиков, скажем, в Твиттере? В Твиттере у нашей организации просто какое-то дикое количество бешеных подписчиков. Мы даже не поняли, как это произошло. Ну, там что-то в свое время я там куда-то подписалась, что-то какой-то там движок механизма движения был, но в Фейсбуке это просто невозможно. Это что-то тоже подговаривает своих друзей? Нет, вы знаете, дело в том, что, вы поймите, используя различные движки продвижения и набирания подписчиков автоматически... Это бесплатно совершенно. Да, но это не означает, что вы набрали, во-первых, аж живых подписчиков, а во-вторых, тех, кому эта тема интересна. Вполне возможно, что это люди, которые участвуют в таких системах или боты, которые участвуют в Китайске, и у вас там сотни тысяч. Здесь нужно смотреть, анализировать, как раз использовать. Я не говорю, что это положительный или это плюс, но вот... Такой системы в Фейсбуке нет, и я вообще не рекомендую вам такую использовать. Вас могут заблокировать, вас могут закрыть аккаунт. А вот в реальных... Реально это публикация, это работа с тематическими материалами и адресация этих тематических материалов вашей аудитории. Ее можно через платное продвижение набирать, быстро выгодить, естественно. В органическом формате быстро набрать в Фейсбуке уже ничего не получится, как, впрочем, ВКонтакте. Все медленно, печально и не торопясь. Если вы хотите быстро, заложите бюджет, действуйте. Примерно в тысячу долларов вы можете создать себе приличную группу, набирая людей через продвижение вашего контента. Если у вас тема и материалы подготовлены таким образом, что их читать неинтересно, даже эти деньги вас не способны. Очень важно, что вы продвигаете, насколько правильно оформлена ваша группа, есть ли там логотипы, правильно ли там есть описание и прочее. Люди же заходят, они видят, смотрят, ничего не понимают, уходят. Поэтому очень важно, в органическом продвижении есть хороший момент. Вы набираете тематическую аудиторию, то есть людей, которым действительно интересно то, чем вы занимаетесь. И в данном случае не количество играет роль, а качество. Пускай у вас будет там 500 человек, но если там 250 из них будут лайпить ваш материал, вы вшитовали, поверьте. Я знаю группы, которые состоят там из 200-300 человек, но все эти 200-300 человек читают каждый материал, рекомендуют, да. И это потрясающий показатель. Многие могут только не читать об этом. Вопросы? Слушайте, а как на сайте Теплицы найти статья вам была? Как раз как делать надпись на картинку? Пабло? Давайте посмотрим сейчас. Смотрим на сайте Теплицы. Это был не статья, это был скринкаст Алексея Ниццы на эту тему. Да, Алюш, у тебя был не Пабло, а... Есть пазы, да, строчка поиска на нашем сайте. Да, заходите на сайт, набираете... Надпись на картинке, но была как раз инструкция, чем это хорошо и как это. Я хочу сказать, что на сайте Теплицы у нас есть такой раздел, как создание небольших видеоуроков, которые занимают 3-х минутных по длине видеоуроков. На самом деле вот они, эти уроки на нашем канале YouTube, где вы можете найти короткие инструкции по многим-многим материалам. В данном случае это речь идет, последний урок, почему используем чужих в USB. Это вот Алексей. Да, это последний. Но вот здесь, в этих видеоуроках, через поиск вы можете найти на YouTube или просто зайдите к нам на сайт, зайдите и напишите надписи на картинках, и вы найдете все, что вам нужно. Два инструмента есть, Scrap, Script и Пабло. Два таких инструмента. Мы используем Script. Вот он. А, Trice+. Извините, пожалуйста. Мы используем вот Trice+. Для надписи на картинку. Мы загружаем любую картинку, здесь ставим любой текст, и подгружаем ее к себе. Еще вопросы? Trice+.com. Это бесплатный инструмент. Здесь лицензионные фотографии под лицензией Creative Commons. Пабло, это такой же сайт, только другого дизайна, там другие форматы. То есть это два аналогичных сайта. Можете использовать любого. Вот здесь вот надпись Trice+. Я не знаю, где другом. Вот здесь надпись Trice+. Ну, зайдите на сайт Теплицы и найдите просто по картинкам. Еще вопросы? Ну, в таком случае, большое спасибо, что вы... Тысячо. Спасибо. Спасибо за внимание. Бои-бои-бои. Трик. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова